Друзья, добрый-добрый вечер! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. И сегодня мы с вами говорим на такую интересную тему. Что нельзя делать для мужчины, если вы в отношениях? Вот прям ставьте колокольчик, переходите под этим видео в консультацию, либо приходите вечером на эфир. Что же нельзя делать для мужчины? Почему, собственно говоря, такая тема? Потому что сейчас в консультации в основном присутствуют женщины и приходят к запросу, ну что я такого делаю, что вот он так реагирует? Ну что я такого делаю, что вообще происходит? И совершенно бывают разные вещи. У кого-то, друзья, у кого-то бывает ситуация, связанная с возбуждением, и женщина на этом фоне решается, отдает последние деньги, звонит, беспокоится, навязывается, иногда проверяет, иногда заглядывает куда-то. Вот этого всего нельзя. Нельзя для мужчины быть некрасивой, неопрятной. Нельзя для мужчины быть навязчивой. То есть, когда мы видим женщину, которая постоянно что-то проверяет, звонит, говорит, что «да, да, дорогой, да, да, дорогой», и услужливо выполняет любую просьбу, не спросив у себя, как я себя чувствую, что я хочу, что мне нужно, как мне быть и чем, собственно говоря, я могу быть сегодня полезна сама себе. И если в её жизни не присутствуют ни минутки такого состояния, то, соответственно, происходит внутренний диссонанс. А для него ли я или для себя? Вот если тема ваша, прям пишите под этим видео, что «да, Алёна, это вот моя тема». Также, друзья, если происходит вопрос длительного стресса, женщина начинает просто терять себя. Вот просто теряет, постепенно теряет, 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 теряет. И да, это достаточно сложно и неприятно. Для мужчины нельзя быть безобразно красивой и некрасивой. Это тоже. И для мужчины нельзя идти через себя. Если вы идёте всё время через себя, возникает внутренний запрет, запрет на жизнь, собственно. И это очень-очень напрягает. Друзья, если тема откликается, вечером опять провожу прямой эфир. Что выгодно делать вам, если вы в нормальных отношениях? Спасибо за просмотр! Продолжение следует...